МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, не стих, а вот эту сказку. И вот я выучил и начал рассказывать. И бабушка поняла, что хорошее будет для стихов и так далее. Но я не только стихи читаю, я и рассказы могу. Светослав – особенный ребенок. Он обладает феноменальной памятью, знает все станции метро Москвы и Петербурга, читает наизусть большие рассказы. Его мечта – попасть на радио. В радиоведущем быть. Ему очень нравится вести репортажи дома. Послушаешь где-то так интересно. Он начинает как будто репортаж, что пришел ему на прием. И вот начинается у него такое... Это очень интересно со стороны послушать эти вопросы, какие слова знает. В общем, у него память феноменальная. Память – это вообще не рассказать. Жюри фестиваля определило более 250 победителей. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, в гала-концерте в культурном центре Барвиха приняли участие далеко не все лауреаты. Поздравить ребят приехали звезды эстрады. Они выступили с победителями на одной сцене и пожелали творческих успехов. Главная задача фестиваля – помочь особенным детям в самореализации. Создать яркое событие в их жизни, которое поможет им социализироваться, уверена Лариса Лазутина. Я хочу всех поздравить и присутствующих, кто меня сегодня слушает, с наступающим Новым годом, а нашим ребят пожелать хорошего настроения, такого солнечного, которое сейчас у нас есть в эти дни. Конечно, чтобы они еще больше проявляли, потому что эти наши особенные дети, они очень талантливые. И, конечно, им нужно помогать еще больше себя раскрывать. Гала-концерт прошел в дистанционном формате. Видеозаписи выступлений скоро появятся в сети интернет. Условия пандемии внесли свои коррективы в планы проведения фестиваля. Год действительно для таких публичных мероприятий был непростой. Но тем, наверное, важнее и ценнее труд организаторов, которые смогли объединить около полутора тысяч участников, детей с дополнительными потребностями из наших социальных учреждений и помочь им реализоваться себе в творчестве. В этом году фестиваль «Капелька неба» объединил особенных детей из Подмосковья и других регионов страны. Поддержку в проведении оказывает областное министерство социального развития. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».